Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощникам скорбек невинам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Несколько дней назад мы проводили в последний путь раба Божьего Сергия, нашего прихожанина, сотрудника, очень интересного человека, бездомного, который смог выбраться из этой топи уличной жизни. Реабилитация бездомных — это, наверное, самое трудное социальное служение, поскольку человек, проживший 3-6 месяцев на улице, по законам бездомного мира, фактически потерян для общества. Что-то происходит в психике, что-то происходит в воле человека, что-то ломается так, что невозможно починить, настроить. И возвращение человека к нормальной жизни, жизни в доме, жизни в труде, в работе — это как какое-то огромное чудо. Это как, не знаю, возвращение из концентрационного лагеря, из какой-то жуткой тюрьмы. И вот Сергей, он смог преодолеть эту зависимость от улицы. И каждый день, когда приходили в храм, встречали его уже с метлой, очень бодрого, радостного, и всегда приговаривающего, что характерно. Говорю, здорово, говорю, Сережа. Он говорит, здравствуйте, батюшка, благословите. Говорю, что характерно. Так мы друг с другом приветствовались. Ну, такое было присловие. Несколько лет назад Сергею подарили гитару. Ну, денежек все-таки бездомным людям впрямую давать опасно. И был у нас такой опыт, когда у него оказывались денежки, он как-то съезжал снова в эту колею. Видимо, слишком уж большая привязанность. Вот поэтому старались поддерживать его другим образом. Вот однажды подарили гитару, и он настолько, оказывается, душевно мог исполнять блатные песни. Ну, как такой, в общем, народного содержания. Но вот в его манере исполнения они все-таки звучали на трех аккордах. Ну, однажды на приходском празднике Сергею в руки попала гитара, и он стал прям украшением вечера. Потому что, видимо, редко приходилось выступать, и если уж выступать, то от всей души. Мы даже решили на каждый вечер его приглашать. Ну, вот, получается, пришло время ему отойти в вечность. Слава Богу, по-человечески. По-человечески, вот, то есть в доме, в кровати, по-человечески похоронили. Если вы смотрели фильм «Доктор Лиза», а если не смотрели, то посмотрите замечательный фильм про Елизавету Глинка, которая была ангелом-хранителем многих бездомных. И вот этот страх людей, живших на улице, что их хоронят как собак или как безымянных людей. Очень хотелось, чтобы по-человечески, очень хотелось, чтобы и батюшка помолился, и место было не в общей могиле, а где-то с крестиком на кладбище. Наверное, да, это желание и право любого человека быть, как это, провожаемым из этой жизни по-человечески. И вот, слава Богу, Сергея проводили. Сейчас пусть Господь его душе найдет место в вечной жизни. Ну, а нам дальше жить и памятью, и молитвой за такого замечательного, очень сильного человека, который смог выкарабкаться и закончить жизнь не просто по-человечески, а по-христиански. У чаши, после причастия тела, крови Христовой, это величайшая милость Божья. Помогай нам всем, Господь!